В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Музей заповедния Горки Ленинские побил рекорд посещаемости в 2022 году. Несколько не дотянули до рекорда советской поры, которая составляла около 215 тысяч человек. В филиале комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» в развилке осваивают новые технологии. Направлено как раз на развитие координации, умение управлять собственным телом, чувствовать свое тело в пространстве. 13 января в России отмечают День печати. Ничто не пройдет мимо внимания наших журналистов. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, в 2022 году в музей заповедники Горки Ленинские побывало более 200 тысяч человек. Такое количество посетителей побило рекорд за весь постсоветский период. Несколько не дотянули до рекорда советской поры, которая составляла около 215 тысяч человек. Но это было в 1970 году, когда во всем Советском Союзе отмечался 100-летний юбилей Владимира Ильича Ленина. Но вот этот наш рубеж в 203 тысячи человек, он достигнут во многом благодаря тому, что музей Горки Ленинский, сегодня он превращается в мультикультурное пространство, разноплановое, где есть и русская усадебная культура, и исторические экспозиции, ну и, конечно, прекрасные возможности для семейного отдыха. Гости привлекают выставки, концерты, тематические мастер-классы и спортивные программы, организованные на территории комплекса. А за время новогодних каникул было проведено более 30 праздничных спектаклей и квестов для детей. Стоит отметить, что мероприятия интересны посетителям разных поколений. Интересная многоплановая программа. И в 2023 году музей-заповедник Горки Ленинский ждет новых посетителей. У нас запланировано больше 20 выставок и очень разноплановая культурная программа. Ждем все поколения, ждем семьи, ждем людей, увлеченных в русской историей. Развитие координации, моторики и мышления, умение чувствовать свое тело и окружающий мир. Это основные задачи нейросенсомоторной коррекции, методики которую применяют в филиале комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» в Развилке. На одно из таких мероприятий отправилась и наша съемочная группа. Филиал комплексного центра социального обслуживания «Домодедовский» в Развилке много лет занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята в течение заездов не только посещают разнообразные оздоравливающие занятия, но и интересные активно проводят время. У нас есть занятия ЛФК, массажи и услуги нейропсихолога, которые в том числе предоставляют занятия по нейромоторной коррекции. Новая программа появилась всего месяц назад. Нейросенсомоторная коррекция прежде всего рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Направлена как раз на развитие координации, умение управлять собственным телом, чувствовать свое тело в пространстве и уметь одновременно с этим чувствовать и слышать инструкции. Мы в работе используем балансировочные доски, балансировочные сферы, делаем полосы препятствий с безопасных конусов для того, чтобы ребенок научился правильно ориентироваться в пространстве. Каждое движение дети отрабатывают по нескольку раз, в том числе закрытыми глазами. Так как мы чаще всего пользуемся зрением для того, чтобы оценить свое местоположение, нам не так важны ответы от наших органов чувств других, от наших мышц, не так это все важно. Когда мы глаза закрываем, у нас сразу обрезается этот самый основной канал восприятия и приходится задействовать и подключать оставшиеся, таким образом они начинают чувствовать и воспринимать более остро. Тренировки помогают также развить самоконтроль, мышление и память. Все эти навыки пригодятся ребятам совсем скоро для учебы. Мы тут тренируем мозги и память. Нейросенсомоторная коррекция прежде всего необходима детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, с нарушениями эмоционально-волевой сферы, вроде раннего детского аутизма, с легкими формами детского церебрального паралича. Каждое занятие длится не более 30 минут. При регулярной работе и выполнении домашних заданий эффект заметен уже через месяц. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. У нас в гостях главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. И мы поговорим об итогах прошедшего года и планах на 2023. Тамара Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Наташа. Расскажите, пожалуйста, за 2022 год чем может похвастаться ваше медицинское учреждение? Наше учреждение может похвастаться тем, что мы планку 6000 взяли и перевыполнили. И мы эту планочку держим порядка 8 лет уже, чему несказанно рады. Мне, конечно, хочется, чтобы рождалось гораздо больше детей, потому что Ленинский городской округ быстро. Это самый, мне кажется, динамичный район в Московской области, который развивается. И за последние три года официально, по статистическим данным, увеличился на 20%. 6 тысяч родов в тех условиях, которые мы даем, это дорогого стоит, потому что учреждение у нас буквально 29 декабря. Возможно, 36 лет открылось как учреждение родоспоможения в Московской области. Тамара Николаевна, а перинатальному центру сколько лет? А перинатальному центру в грядущем году, в наступившем году, исполнится 10 лет. У нас будет первый большой юбилей. И мы ожидаем, что с этим юбилеем мы получим какие-то подарки от губернатора или его команды в виде строительства нового корпуса, на самом деле, или запланирования строительства нового года. Потому что те объемы, которые мы даем в старых условиях, конечно, недостаточны для нас. И хочется, чтобы каждой пациентке было комфортно. Команда, которая обслуживает пациента, высоко классная. За это я даже не переживаю. Она все набирает темпы и квалификация улучшается. Тамара Николаевна, вот новогодняя ночь, это всегда очень интересно многим. А кто родился первым? У нас первая появилась девочка, доношная, прекрасная, с высокой оценкой по Абгар при рождении в 2 часа 30 минут. Это 1 января? Это 1 января. А всего сколько 1 января? До 6 утра у нас родилось 3 ребеночка. Тамара Николаевна, расскажите, пожалуйста, в перинатальном центре помогают мамочкам с тяжелой акушерской патологией? Да, бесспорно, самая тяжелая акушерская патология, на мой взгляд, это патология, связанная с вырастанием плаценты в неполноценный рубец на матке. Ну, вы уже знаете, наверное, что мы переживаем за каждого ребенка, и все чаще приходится родоразрешать во имя здоровья ребенка операции кесаря сечения. Не у всех заживает нормально рубец на матке, и бывают неполноценные рубцы, куда садиться в последующей беременности плаценты. И родоразрешать таких пациентов – это крайне опасная вещь, сопряженная с риском гибели пациентки, всегда сопряжено с огромной кровопотери. И вокруг этой темы мы работаем уже больше 8 лет. Как раз нам доверено решение этой проблемы, и мы успешно ее делаем. Уже больше 250 пациенток у нас родоразрешено. И еще такой вопрос. Здоровьесберегающие технологии как применяются в нашем центре? Наряду с высокотехнологичными технологиями, которые бесспорно развиваются в перинатальном центре, мы озабочены о здоровьесбережении. Например, это партнерские роды, это роды в воду, которые мы очень любим, и детишки, которые появляются в воде вообще, суперные дети. Это вертикальные роды, когда пациентка рожает в потужном периоде, в вертикальном положении. Прекрасные технологии, которые профилактируют травматизм, как материнский, так и особенно детский. Это здоровьесберегающие технологии по грудному вскармливанию. Сразу прикладывается ребеночек в золотой час, он на груди. Если пациенту требуется дополнительный кислород, или плохо он дышит, но есть проблемы с дыхательной системой, то стараются не традиционной искусственной вентиляции легких, а через носовые протоки СИПАП-терапия. Впереди всего очень много интересного. Очень, очень. Спасибо большое, Тамара Николаевна, что пришли к нам сегодня в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях была главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова. 13 января в России отмечают День печати. Несмотря на развитие телевидения и интернета, этот вид средства массовой информации не потерял актуальности. В Ленинском городском округе за данное направление отвечает газета «Видновские вести». Наш корреспондент Юлия Пагасьян пообщалась с коллегами, чтобы узнать, чем сегодня может гордиться местное издание. Обычное утро редакции газеты «Видновские вести» выглядит примерно так. Корреспонденты трудятся над текстами, фотографы обрабатывают снимки, редакторы находятся в поиске новых интересных для читателей тем. Вот уже 92 года официальное издание Ленинского городского округа трудится на благо местных жителей. Мы идем много со временем. Ничто не пройдет мимо внимания наших журналистов. Будь то спорт, будь то культурное мероприятие, если какое-то событие в жизни округа, мы везде первые. Я думаю, что так будет продолжаться и впредь. Потом мы всегда очень внимательно прислушаемся к мнению наших читателей. То есть они нам что-то советуют, они нам что-то подсказывают. Мы всегда на связи и всегда готовы сделать так, как им хотелось бы. Поэтому я думаю, что у нас все хорошо и мы будем в этом же направлении продолжать развиваться. За последние годы коллектив «Видновских вестей» сильно помолодел. Во многом и этот факт повлиял на позитивные перемены в концепции. Сегодня местная газета выходит не только в печатном формате. Ее можно почитать и в электронном виде. Большое внимание уделяется социальным сетям, где публикуются новости, адаптированные для интернет-пользователей. То, что газета вышла на такой уровень, я думаю, в основном заслуга редакторов, корреспондентов, людей. Потому что мы всегда стараемся менять и облик газеты, и подачу материалов, чтобы читателю всегда было интересно. То есть и подбирать еще разную тематику. И спорт, и политика, и общественные, и социальные. То есть освещаем максимально все сферы жизни округа. Корреспондент Этерика Беридзе в «Видновских вестях» уже 32 года. За это время была свидетелем разных этапов становления газеты и в целом современной российской журналистики. Вывела несколько важных для работников СМИ правил. Сегодня она готова делиться своим опытом с молодыми коллегами. Я хочу посоветовать всем приходить в эту профессию с любовью. А второе, хочу посоветовать любить своих героев, о которых пишешь. Мне журналистская судьба подарила встречи с разными людьми. Я старалась писать о них так, чтобы не стыдно было перечитывать. И хочу посоветовать это и своим коллегам, и тем, кто собирается идти в журналистику. Пишите так, чтобы не стыдно было перечитывать. 13 января в России отмечается День печати. Газета «Видновские вести» входит в большую муниципальную группу предприятий, в которой, в частности, и телеканал «Видное ТВ». Его сотрудники в числе первых поздравили коллег с профессиональным праздником. Дорогие коллеги, желаю вам хороших героев, интересных статей, и чтобы меньше было ошибок. Коллеги, как говорится, ни дня без строчки, и чтобы обязательно всегда получали гонорар. Поздравляю вас с праздником, желаю, чтобы не только работа вам приносила удовольствие, но и чтобы в личной жизни все было хорошо и здоровье не подводило. Желаю вам быть самыми любимыми и самыми счастливыми. Много улыбок и хорошего настроения. К поздравлениям присоединяются Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская и весь телеканал «Видное ТВ». И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok